Именно 20 апреля 1832 года было проведено первое успешное переливание крови петербургским акушером Андреем Вольфом. Тогда жизнь пациентки была спасена благодаря грамотной работе врача и крови, которую пожертвовал муж женщины. В России это событие увековечили как национальный день донора. В нашем крае каждый год в роли доноров выступает более 27 тысяч человек. К слову, в Пермском крае свыше 8 тысяч человек имеют звание почетный донор, а в стране более 600 тысяч. В Березняках тоже можно стать донором. Для этого нужно позвонить по телефону на экране. Адрес проспект Ленина 22А, часы работы с 8 до 11 утра. Как сообщает глава города Алексей Казаченко, подписан контракт на обустройство лыжероллерной трассы Правобережье. Уже состоялось выездное совещание с подрядчиком. Работы обойдутся в 55 миллионов рублей. Большая часть средств из края, остальные – местный бюджет. В ближайшее время пройдет обустройство стрельбища, стартового стадиона и наружного освещения. Работы планируется выполнить до конца года. На одном из последних заседаний правительства края коснулись темы повышения зарплат педагогам и воспитателям. Планируется распределить более 1 миллиарда рублей из резервного фонда «Прикамье» для выполнения этих задач. Деньги предложено предоставить в рамках исполнения майских указов президента России и оказания дополнительной поддержки образовательным организациям в достижении требуемого уровня средней заработной платы. Напомню, в 2022 году из краевого бюджета муниципалитетам выделили из резерва порядка 600 миллионов рублей на выполнение указов. Новости коротко подготовил Евгений Казанцев.